Всем привет! Сегодня будем вместе краситься и смотреть, как косметика ведет себя на лице. И я показала вам свои новинки от KIKO в инстаграме. Вы сказали, что вам нужен отдельный обзор. Поэтому сегодня поговорим о KIKO. Еще я хочу проговорить один момент, единственный раз, чтобы мы больше никогда не возвращались к этой теме. Я очень дорожу своей репутацией и вашим доверием. Я никогда не продаю свое мнение. И, честно говоря, мне без разницы, мне что-то присылают на обзор или я покупаю сама. Здесь конкретно мои покупки, за которые я заплатила сама. Но это никаким образом не влияет на то, что я говорю о косметике. И здесь у меня новинки, которые я заказывала по вашей рекомендации. Многие из них мне очень сильно понравились. Я прошу, чтобы не было никаких подозрений, потому что я всегда очень тщательно отношусь к выбору. Потому что у меня косметики хватает. И просто купить что-то, чтобы похейтить, это как бы не тот вариант. Но мне далеко не все понравилось. Я сейчас практически без косметики. Практически, потому что на мне блеск от KIKO. В оттенке 6. Это их линейка 3D Hydra. И вообще, когда у нас был стационарный магазин KIKO, я часто туда заходила, что-то свочила. И мне всегда хотелось попробовать именно их средства для губ. И, слушайте, этот блеск настолько классно ухаживает за губами. Он не растекается, он не слишком липкий. И то, что мне больше всего нравится, это именно долгоиграющий эффект. То есть, когда он даже съедается, стирается, то губы очень долго остаются ухоженными. И оттенок универсальный. Если бы прям очень сильно загорелая, то, наверное, на вас он будет смотреться слишком светлым. А так, даже в качестве ухода советую попробовать. Мне очень понравилось. Я сейчас постоянно им пользуюсь. Вообще, многие средства прям конкретно так поселились в моей косметичке. Итак, начинаем или продолжаем, даже не знаю, как сказать. Сейчас буду наносить сияющую базу. И фотографии этого средства мне присылали прямо в массовом количестве. Говорили, обязательно попробуй, потому что это шикарная база под макияж, которая увлажняет и придает очень красивое свечение. Некоторые девчонки, которые подписаны на меня, профессионально занимаются визажом. То есть, для многих визажистов это настоящий must-have. И я пользуюсь этой базой на повседневной основе. Настолько сильно она мне нравится. Каждая тональная основа, потом на ней смотрится красивее, она более равномерно наносится. И вообще, лицо кажется таким здоровым. Короче говоря, мне хотелось показать, как работает конкретно это средство. Мне нравится оттенок. Это такой спокойный ванильный оттенок. Ни розовый, ни белый. И я не знаю, кому он не подойдет. Вот прям очень универсальное средство. Мне нравится то, что нет каких-то видимых частиц. По-моему, эта база практически без запаха. Или что-то с моим обонянием, ну прям явной какой-то отдушки нет. Я наношу даже под глаза. Дальше просто боль моя. Это жидкое тональное средство. В таком капельном формате я обожаю такую форму выпуска. Потому что зачастую это стойкие тональные основы. Они очень хорошо все перекрывают. При этом ложатся таким тончайшим слоем. И в чем проблема? Для начала скажу, что оттенок мне не подходит. Я решила, что N, то есть нейтральный подтон, это моя тема. Я просмотрела миллион сводчей в интернете. И мне казалось, что номерок N40 должен мне хорошо подойти. Не тут-то было, потому что тон еще и темнеет. Где-то так на два оттенка. Поэтому приготовьтесь. У меня когда-то был биби-крем от KIKO. И он мне очень нравился. И если сравнивать этот тон с Eveline, то скажу так. Этот более сухой на лице. Без хорошего увлажнения. Он может подчеркнуть шелушение. И он все-таки больше подойдет обладательницам жирной кожи, по моим ощущениям. Он неплохо перекрывает. Он красиво усаживается на коже. Но видите, да? Что я такая чуть-чуть загорелая. Может сделать как Тати. Вы смотрели это видео, где делают макияж J.Lo? Не знаю. Нанесу себе на шею, на руки. И типа будет нормально. Макияж рук это, конечно, сильно. Для меня дошло, на что он похож. На катрис в такой же упаковке. Только катрис будет раза в три дешевле. И если биби-крем Кико с SPF 30 не очень нравится, я оставлю вам ссылку внизу. Он с легким покрытием. Он не слишком сияющий. И на лето классно. То вот этот я продолжу им пользоваться. Но пока что я не могу сказать, что он всем нужен. Консилер от Кико я не заказывала. Если вы пробовали, то поделитесь, стоит ли его купить. А сегодня будет старый, добрый, самый любимый Estee Lauder. Сейчас я заказала, знаете, что Estee Lauder Double Wear Light. Это когда-то был самый любимый тон всех времен и народов лично для меня. Интересно, что они там изменили в нем. И попробуем вместе. А я сейчас быстренько так все растушую. Теперь самое интересное и страшное это кремовый контуринг. Я и кремовое контурирование. Это, не знаю, как две параллельные, которые никогда не пересекаются. Но я буду надеяться, что я не накосячу в этот раз. Вне камеры все было окей. И мне очень нравится, насколько натурально и естественно это смотрится. Что я сделаю сейчас, никому не известно. Поэтому была не была, поехали. И знаете, что я должна сказать? Что на этом тональном у меня получается хуже. Потому что он как бы больше застывает. Он более матовый. И нужно работать более осторожно. Когда это такой полупрозрачный тон, который можно передвигать с места на место, грубо говоря. Тогда, знаете, все. Раз, раз, раз. Ну вот как-то так. Мне кажется, что это очень естественно выглядит. И если бы у меня была менее оранжевая тональная основа, то смотрелось бы еще более натурально. И оттенок здесь потрясающий. Потому что это холодный такой коричневый цвет, который не отдает вражину. В принципе, с моим оттенком тона можно было бы не наносить на лоб. Но гулять так гулять. У меня еще есть стик от Илла Маски, который все так нахваливают. И слушайте, он на мне ложится какими-то кусками. Может, я что-то делаю не так. Но это какая-то полная катастрофа. Стик от Кико, он не слишком плотный. То есть, он как бы, знаете, не создает очередной слой на лице. И мне это очень нравится. Вот сейчас я просто делаю миллион ненужных движений. То есть, на самом деле, все раз, раз, раз и готово. Просто, не знаю, не хочется облажаться перед вами. Так как я сказала, что кремовое контурирование это для меня что-то новое. Что-то, с чем мне сейчас интересно играться. И вот этот стик я прям очень сильно рекомендую. Если вы там визажист, не визажист, мне кажется, что каждый справится с ним. И я балдею. Пожалуй, это самая популярная пудра в Кико. Космическая упаковка. Она, кстати, не такая тяжелая, какой может казаться. Если у вас жирная комбинированная кожа, если вам нравится супер матовый финиш, то вы ее оцените. С моей сухой кожей, особенно сейчас, ну, не знаю. Это не самая любимая пудра, которой у меня не тянется рука. И вообще, когда я ее открываю, то все высыпается. И она также может давать такой, знаете, белесый эффект на лице. Она очень мелкая. То есть мелкодисперсная. Все хорошо перемолото. Но с ней нужно аккуратно обращаться. Это раз. А два. То же самое. Ну, то есть к ней нужен какой-то особенный подход. Или я что-то делаю не так. Ну, не знаю. Я понимаю, что это хит, но, наверное, просто не для моей кожи. Я набираю минимальное количество. Это у меня кисточка из натурального ворса от Наташи Шик 5Б. Господи, я ее так люблю. Если бы... А может, я и могу заказать сюда в Польшу? Надо будет поинтересоваться ее заказать себе еще. Потому что с ее кисточками у меня всегда все получается прям идеально. Вот они как-то так очень хорошо наносят продукт. И вот это она такая мягенькая. Обожаю. На периферию лица наношу микроколичество пудры. Это у меня безымянная кисть. Которую я купила в каком-то самом обычном магазине. И теперь нигде их не вижу. Но она моя любимица для любого вида пудр. Для бровей я купила прозрачные гели. Когда у нас был стационарный магазин Кико. Я помню, что я пересмотрела все карандаши, все их средства для бровей. Помадки там были и палетки тоже. И все они не совсем хорошо мне подходили. Потому что оттенки для блондинок или рыжили, или были слишком темными и холодными. И у меня есть вот такая новинка от L'Oreal. Я немножко боюсь ее попробовать. Потому что это стойкий гель для бровей. Нанесение за 90 секунд и стойкость на 2 дня. Боюсь, но делаю. С помощью аппликатора нанесите средство с кошенной стороной кисти. О, здесь есть кисть. Создайте форму. И щеточкой на обратной стороне уложите волоски в одном направлении. Что-то мне подсказывает, что лучше вот так просто набрать его на кисть. У меня сейчас на бровях есть немножко краски, остатки. Я иногда подкрашиваю себе хвостик. Да, девочки, так как я говорила, оттенок чуть-чуть темнеет. Но мне кажется, что это идеальный блонд для блондинок. Добавлю побольше. Это настоящий гель. То есть не помадка, не сухое что-то. Так, L'Oreal, это прямо супер круто. Я не знаю, как это средство выглядит на камере. Дело в том, что у меня сегодня слишком оранжевый тон. И он тоже попал немного на брови. И я хочу сказать, что в реальной жизни это выглядит супер естественно. Прям, если я всегда говорила, что Анастасию Беверли Хиллз я буду покупать из-за оттенка, то сейчас вот могу сказать то же самое об этом средстве. Сегодня только ко мне это все приехало. И смотрите, 104 Шатен. Более темный. Он мне точно не подойдет, но покажу вам. Это уже холодный такой оттенок. Прям идеальный, знаете, который все ищут. Вот этот цвет более универсальный. То есть если тот, который у меня сейчас на бровях, он именно для пшеничных девочек, то вот этот и для брюнеток тоже. И для тех, кому нравятся такие, знаете, брови холодные. Что касается геля для бровей, то он слишком жидкий и такой никакой, короче. Я сейчас-то говорю не потому, что у меня такое впечатление от L'Oreal. Там все вау-вау-вау. Нет, этот гель просто особо ничего не держит. Не для моих бровей. Это не то, что я бы советовала купить от Kiko. Однозначно. Вот он какой-то такой, знаете, что есть, что нет. По-моему, пока я красила ресницы, мои брови основательно застыли и немножко потемнели. Но от этого мне все нравится не меньше. Я забыла нанести румяна. Ну это так, so cute, да? И когда-то у меня были румяна Kiko. По-моему, даже не одни. И они тоже отменного качества. Я взяла себе их самый популярный оттенок. Это такие тройные румяна, которые вы можете смешивать 0-1. И в качестве теней также использовала. Мне понравилась эта матовая румяна. Довольно не характерный вид румян. Конкретно для меня почему-то мне захотелось попробовать то, что популярно именно в Kiko. И это красота. Это очень красивый, спокойный цвет румян, который не испортит ваш макияж. С ним невозможно переборщить. Но разве что вы возьмете самый темный. Наберете непонятно сколько на кисти. Нанесете все в одно место. Только в таком случае. А вообще-то можно взять любую кисть. Вот набрать. И сейчас будет прикол, если я испорчу. Это такой, знаете, оттенок свежести. И он не подчеркивает текстуру кожи. То есть, если у вас большие поры или возрастная кожа, вам не нравится свечение, то однозначно присмотритесь к ним. Если вы даже скептически, так как я, относились к матовым румянам, то я уверена, что эти вас могут удивить. Тут у меня дилемма. Потому что у меня есть несколько теней, которые между собой не очень хорошо сочетаются. И я расскажу о тех, которые потенциально могли бы вас разочаровать. Я думаю, что многие из вас наслышаны о вот этих кремовых тенях. Ну, то есть, тенях в стике. И я только подписываюсь под всем хорошим, что было сказано по поводу этих средств. Потому что они потрясающего качества. У них очень хорошая пигментация. Они так беспроблемно наносятся. Они вот буквально скользят по веку. И быстро растушевываются даже пальцем. Мне нравится то, что нет никаких пятен, переходов, каких-то таких, знаете, пошлых, дешевых блесток. У меня оттенок 6. Очень универсальный, спокойный бронзовый цвет, благородный. Который подойдет каждой девушке, независимо от того, какой у вас подтон кожи. Он не рыжий, он не делает глаза заплаканными. И вот таким стиком вы можете сделать просто самый быстрый и такой повседневный макияж. Легкие смоки. Чуть позже я обязательно сделаю какой-то такой бронзовый макияж. Если вы нигде не можете найти Кико, то я думаю, что это средство способно заменить тени от Maybelline в оттенке 35 On & On Bronze. Я все-таки их куплю, потому что там тоже очень красивая такая правильная бронза. Универсальная. Тени, которые я видела раньше, но не решалась купить. Почему? Потому что это такой, знаете, светлый оттенок. Они продаются в баночке. И это слегка муссовая текстура. И по сравнению с тенями в стике, это совершенно другое средство. Оно более прозрачно наносится на века. Я не знаю, как там обстоят дела с темными оттенками. Я обязательно докуплю. Потому что мне понравилась формула. Они очень красиво будут смотреться на таком сухом веке, очень морщинистом в складочку. И на мне они опять же не скатываются. Они держатся без базы, без корректора, без чего угодно целый день. Но это такая дымка на веке. То есть вы не добьетесь какого-то супер-мега-пигмента. Этого не стоит ожидать от вот этих теней. У меня самый светлый цвет. Если вы нанесете много, то, понятное дело, оттенок будет более интенсивным. Но мне так нравится такая, знаете, своеобразная вуаль на веке, которая выглядит как макияж без макияжа. Вообще сразу незаметно, что вы чем-то накрашены. Но это настолько освежает общий вид лица. Вот когда не хочется делать макияж глаз, но кажется, что они какие-то такие... Ну не то чтобы грустные, а просто я не очень люблю в последнее время голое веко. Поэтому я беру довольно большую кисть, набираю граммулечку этих теней. То есть вы можете получить гораздо лучше пигментацию. Но я покажу, как я использую. Особенно на фоне моей загорылой кожи сегодня светлые тени будут смотреться не очень. И особо как-то не заморачиваясь, я прохожусь по всему веку. Это скорее легкий шиммер, наверное, чем перламутр. Но здесь нет такой оттеночной базы, как таковой. Вот, наверное, так стоит описать эти тени. Они отлично растушевываются и вообще не застывают на месте, не пересушивают веки. Мне очень нравится. У меня есть еще одни тени, которые супер популярны в Kiko. Это оттенок 200. Такие тени можно наносить и влажным способом, и сухим. И у них отличная пигментация, то есть посмотрите, но это не такая слегка кремовая как бы текстура, как у MAC. Бывают тени, она более сухая. Но каким бы способом вы их не наносили, это всегда будет смотреться шикарно. Вы скидывали мне в директ более темные, насыщенные. Возможно, для Smoky Eyes возьму что-то еще попробовать. Это, знаете, золото, но не рыжее и тем более не желтое. Я такое не переношу. И здесь есть какой-то такой подтон, что ли. Ну, то есть это богатый цвет, который на веки смотрится вау. Для каких-то нарядных макияжей. И я сейчас возьму прям на палец немножко. Я всегда так странно кладу сюда палец прям в дырочку. И нанесу на центр века и в уголок глаза. Это даст дополнительное свечение. Потом еще прокрашу складку века. И на этом макияж глаз будет завершен. Просто я хотела показать вам именно муссовые тени. Потому что они могут показаться, знаете, недостаточно пигментированными, что ли. На самом деле, мне кажется, что в этом и прелесть, собственно, этих теней. На кисточку наберу чуть-чуть и в уголок. Вот румянами оформляю складку века. Я еще купила себе такой гелевый карандаш для глаз в шоколадном оттенке. И когда делаешь сводч, кажется, что все будет прекрасно. И мы с ним поженимся и проведем всю оставшуюся жизнь вместе. Ну, не тут-то было. Потому что, когда я его растушевывала, получалась какая-то грязь. Мне сейчас не хочется портить макияж глаз, который у меня получился. И то ли с кремовыми тенями в стике. Они не особо дружат. Это матовый такой, очень насыщенный, красивый цвет. Я еще буду пробовать. Если мы вообще не подружимся, то я покажу его в разочарованиях. Со второй стороны у него есть губка, которой я вообще-то все это растушевывала. Пока что я его не поняла. И то, что мне очень сильно понравилось, это карандаш для губ в оттенке 533. Очень красивый темный нюд в стиле MAC Whirl. Вот что-то такое темно-коричневое, чуть-чуть красновато-нюдовое. То есть смотрится это как нейтральный оттенок, но не стоит ждать того, что он будет практически незаметным. Этот цвет будет заметен на губах. Этот карандаш нужно точить. Для меня не проблема, мне очень нравится текстура. То есть он мягкий, он стойкий, он хорошо растушевывается, он прекрасно держится. Очень рекомендую. Вот такой, знаете, для меня это чуть более темный оттенок моей губ. Ну вот я чуть-чуть подчеркнула контур. Я думаю, что вы понимаете, о каком цвете идет речь. Дело в том, что у нас сегодня есть еще и... У нас. У меня есть яркая помада, которую я очень хотела попробовать. И какое-то время тому назад весь мир сошел с ума в связи со всеми матовыми стойкими текстурами. На самом деле такая формула уже давным-давно была у тех же Max Factor. Мне кажется, что у Kiko тоже давненько в ассортименте есть эти помады. В чем прелесть? С одной стороны находится очень пигментированный оттенок помады. И она матовая. И цветовая палитра просто фантастическая. Я взяла специально такой более насыщенный оттенок. Мне хотелось найти помаду, которая реально будет стойкой. И я вам гарантирую, что она будет держаться целый вечер. Даже если возьмете красную помаду. Если вы устали от матовых, то обратите внимание на вот эти помады от Kiko. Я куплю себе еще и красный цвет. Хотя у меня есть новинки от L'Oreal. Я подумаю, ну просто в чем суть. Со второй стороны находится топовое покрытие, глянцевое. И это так по-другому смотрится на губах. Они такие сочные. В общем, давайте краситься. У меня оттенок 104. И наносим. Такой тоже неоднозначный, видите? Помада вообще не напоминает все вот эти матовые, которые есть практически в каждом бренде. То есть она очень тоненькая, жидкая, как бы, которая схватывается. И это не супер-мега... Сейчас дайте накрашу, а то... Это не супер-пигмент. То есть темные оттенки однозначно придется наслаивать. И когда эта помада застывает, она сначала такая липкая. Дайте ей время. Она усядется. И мне очень нравится носить ее с вот этим покрытием. Хотя как матовая помада, сама по себе она не сушит губы, не стягивает. И тоже не комкается. В общем, очень интересная помада на самом деле. Посмотрите, сам блеск остается прозрачным. Я не знаю, как они этого добились, но помада прикольная. Смотрите. Эта помада гиперстойкая, она вас не разочарует. Ну, разве что вам не нравятся всякие глуссы, блески. Я не могу сказать, что помада ощущается какой-то очень липкой и неприятной. Наоборот, после всех матовых текстур, это как глоток свежего воздуха. Таким получился мой сегодняшний обзор на бренд KIKO. И я просто купила то, что мне захотелось попробовать, ну не то чтобы в первую очередь. У меня была какая-то косметика KIKO, но это своеобразные хиты. Однозначно рекомендую все средства для губ из этого видео. Также понравились тени. Во всяком случае, мне почливилось выбрать те оттенки, которые соответствуют всем моим ожиданиям. И вообще как бы в жизни оказались еще лучше. Без ума от контуринга. Все настолько просто и меня это не может не радовать, потому что я не профессионал. И раньше у меня получалась какая-то непонятная размазня. Сейчас мне кажется, что более чем приемлемо. Также понравились румяна оттенок. Ну, бомбический, по-другому не скажешь. Что-то еще. То, что в процессе нахваливало. Я думаю, что вы и так заметили. И что не касается KIKO, это средство для бровей от L'Oreal, которое так случайно попало в этот ролик. Но класс. Я не знаю, я буду пробовать дальше. И потом расскажу вам, как оно там тинтует. Нет, насколько стойкое появится или в каких-то новинках, или же в фаворитах. Если вам понравилась такая беседа с подробным обзором, то не забудьте поставить пальчик вверх. Потому что я так в спокойной обстановке все рассказываю, показываю. И мне так комфортнее всего снимать видео. А не раз, два, три, четыре, пять. Как не знаю, как солдат какой-то. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Небольшое включение спустя 10 часов. Я глянула на себя в зеркало и решила пойти включить камеру и показать вам, как выглядит мой макияж без единой поправки в течение всего этого времени. За мной обед, перекус, два кофе и ужин в тайском ресторане, где я ела карри. Которое было приготовлено на основе кокосового молочка. То есть довольно жирное блюдо. И посмотрите на помаду. Пропал глянцевый блеск, но она все еще есть на месте. Я просто в шоке. Тональный крем, мне кажется, неплохо выглядит. Он не скатался в мимические морщинки. Немного блестит, но для меня это наоборот плюс. Кожа выглядит живой. И я напоминаю, что я все наносила спонжем и минимальное количество. Тени, я вам обещала, что они не скатаются, поэтому все хорошо. Контуринг у меня нет вопросов. Румяна тоже есть. Вроде бы все. Консилер вы и так знаете, что я его очень сильно люблю. Вот теперь уже такой полный тест-драйв. Я могу идти умываться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.